Привет! Как дела? Сегодняшний выпуск я бы хотела посвятить своему самому верному и преданному другу, собаке Пепе, за которым я ухаживала, пока была в Англии, который, к сожалению, безвременно ушел, покинул этот мир, оставив светлую память в наших сердцах. Случилось так, что у него отказали почки, и врачи ничего не смогли сделать, и хозяева приняли решение усыпить его. Это самый гуманный способ, чтобы собака не мучилась и спокойно ушла из жизни. Это была самая моя любимая собака в жизни. Мы с ним были очень связаны, мы с ним друг друга поддерживали. Он ложился, приходил, ложился рядом со мной, когда мне было плохо, трудно, в трудные моменты моей жизни. И какую-то часть негатива и стресса брал на себя. А когда ему было плохо, я следила за ним, обнимала, целовала и ласкала его. И он чувствовал мою поддержку, и мы с ним вместе так вот поддерживали друг друга. Помимо этого, когда мы гуляли в парке, мы так делали несколько кругов, и потом просто сидели на лавочке. И он всегда спрыгивал ко мне на коленке, ему очень нравилось быть со мной. Я называю это заземлением, мы заземлялись как бы друг от друга. То есть я его обнимала так, он сидел спокойно и смотрел куда-то вдаль, по сторонам. Ему было хорошо, и мне было хорошо. То есть какая-то частичка моей души была в нём, или его души, не знаю. То есть у нас была как бы одна душа на двоих. Но сейчас, конечно, частичка моего сердца покинула меня. Я два дня плакала, не могла успокоиться, а потом подумала, собаке 13 лет. Он всегда страдал пищеварением, у него всегда были проблемы с желудком. И, видимо, вот на почках всё это отразилось. Я следила за его здоровьем, за его питанием, не давала, старалась не давать ему никаких косточек. Потому что однажды случилась с ним такая беда, что хозяева попали на 2000 фунтов. Пришлось ему делать операцию. Как раз в тот момент хозяева должны были уехать на каникулы, и меня оставили дома. И в ночь, когда они улетали, Пеппа начал постоянно его тошнило. Я за ним следила, что происходит не поняла. И, в общем, на утро ему стало очень плохо. Он перестал есть. Он очень такой ходил слабенький и ничего не хотел делать. И постоянно приходил ко мне и как бы жаловался и просил о помощи. К вечеру ему стало ещё хуже. Я прямо уже внизу спала на диване. И рядом ему постелила и держала руку на нём. И один раз проснулась, и такая прислушиваюсь, дышит он или не дышит. Было страшно. На утро он перестал пить. И мне пришлось, ну, связалась я с хозяевами. И они сказали, веди в ветлечебницу. И, ну, спрашивай, что да как. Благо, я уже на тот момент знала, где ветлечебница. Повела его туда. Они сделали ему рентген. И, ну, какой-то кусочек, видимо, чего-то, или косточки, или масла, или фиг знает чего, показали мне, так, застрял в пищеводе, и он не мог ничего проглотить, и ничего не проходило. Вся еда выходила обратно. Его увезли в Нотинг-Хилл, в другую больницу. Там делали операцию. Вскрыли ему пищевод или кишечник. Я уж не знаю, что там ему вскрыли. Но ничего не нашли. То есть, или желчь, всё это как бы с кислотой ушла, вот это то, что застряло, или что. Но главное, после операции он был жив-здоров. И, конечно, после операции я его отхаживала. У него по всей груди и на всём животе были швы. Я это постоянно обрабатывала, или перекисью, и мазями, и таблетки ему давала, которые доктор прописал. Он ходил с таким ошейником. Кала это называется, то есть воротник такой. Для чего это надевают? Чтобы они не вылизывали свои швы, и чтобы швы не разошлись. Собаки очень эти ошейники не любят. Поэтому он ходил ровно день. Пойдёт, пойдёт, встанет, вот так голову опустит. Ошейник упрётся в землю, и он ничего не может делать. И он сидит, просто на меня смотрит, ну сними с меня. В общем, я сняла. После этого мы стали очень взаимосвязаны. Он чувствовал, что я его мамка. Я чувствовала, что он мой сын, а я его так и называла, кстати, мой сыночка. Помимо этого я его называла зайчиком, котиком. У него имена было Пеппе, Пеппито, Пеппитос я его иногда звала. В общем, очень хороший пацан. Кроме того, у него была кличка джентльмен, потому что джентл – это нежный, мэн – это мэн, это мужчина, нежный мужчина. Потому что он был настолько нежный, придёт ко мне, упрётся в руку, погладь меня, говорит. Ну, я его глажу, он такой весь. Ну, в общем, очень нежный был мальчик. Помимо этого, конечно, он всегда дамом наступал. Всё, в первую очередь, девочки, кока и пенат приходили, что-то кушали, он стоял, спокойно ждал. Поэтому он всегда был худеньким, тощеньким, слабеньким. Ну, я, конечно, подпольно его подкармливала, пока девчонки не видят какими-нибудь вкусняшками. С почками – это, конечно же, проблема у многих старых животных, взрослых животных. Помимо этого и кишечник, и желудок, и поджелудочный, и печень – всё может заболеть, потому что собаки старенькие уже. Да и хозяева кормили их в основном только вот этим сухим кормом, который насыпят с утра, утром этих какашек и уйдут на работу. А собаки даже не хотели это есть, поэтому мы с мамой часто наливали им какие-то супчики, ну, что у нас оставалось после нашего обеда или ужина. Даже просто бульон какой-то разбавляли, хлеб, немножко кусочков мяса, ну, приносили им или в парк, или пока мы жили с ними, баловали их вкусненьким. А особенно они очень любили горяченькое, горяченькое, жидкое. Прямо наяривали только так, за ушами трещало. Что ещё могу рассказать о Пепе? Когда я жила у них и работала няня, и по утрам он спал со мной, следил за мной. Я иногда так глаза приоткрою, он не видит, что я не сплю. Он сидит и смотрит на меня. Когда же она проснётся? Я только открываю глаза, он доволен, прыгает ко мне и давай, гладь меня, давай. И ныряет ко мне под одеяло, и мы с ним ласкаемся. Каждое утро мы вот так вот начинали свой день. Под конец довольно-таки часто я у них жила в последний год, потому что хозяева стали постоянно ездить в длительные командировки, то в Нью-Йорк, то в Италию, то ещё куда. А так как я была рядом, жила рядом, то они просили меня оставаться с собаками на ночь, потому что собаки по ночам гавкают, соседи ругаются, и нужно, чтобы кто-то за ними следил, когда хозяев дома нет. И вот последний год он уже не следил за мной, но когда я просыпалась, он, видимо, замерзал на ночь, и нырял ко мне под одеяло и уходил туда вглубь. Что ещё про Пепита можно сказать? На прошлое Рождество меня не было дома, хозяева ездили, отмечали его в Дарсете. Он убежал, как обычно, гонялся за дикой живностью и пропал. Пять дней не приходил домой, хозяева девчонок привезли, а Пепе так и остался там, и неизвестно, жив или не жив. В общем, пять дней его не было в Дарсете, и хозяевам пришлось его оставить. Им надо было ехать домой, потому что у них была командировка как раз в тот момент, когда я возвращалась из России. Прямо день в день они улетели утром, я прилетела вечером и следила за собаками. Позже он пришёл уже домой к соседям и жил неделю ещё у соседей. Потом соседи привезли его ко мне. Видимо, он где-то или в норе в какой-то застрял, или убежал куда-то далеко, потерялся. В общем, было очень холодно в это Рождество, там, по-моему, нулевая температура была. Я представляю, как он мёрз, потому что у него шёрстка такая гладенькая, она его не греет. Постоянно трясётся в парке, когда сидит. Я на него ещё и свитерочки одеваю. Он их тоже не любит, ходить неудобно, пописать не может, потому что писюн его прикрывается свитером и приходится описывать свитер. Я ему заворачивала, немножечко грела, периодически надевала на него свитер. Ай, какой Пеппи-то у нас красивый, с кошечками свитерочки. А что ты ещё? Да, мы посмотрим, какой у нас свитерочек красивый. Это ты столько кошек уже поймал? Молодец, три кошки. Молодец. Ну так вот, когда его соседи из Дорсета привезли ко мне, хозяева ещё были в отпуске, он обрадовался сначала, увидев меня, а потом стал таким чужим. Скалился на меня смотрел, ты меня типа бросила там. Я там столько всего пережил, я не знаю, что он там пережил, но холодно было очень. Я представляю, как ему было одиноко, тоскливо и холодно. Ну, как бы я его старалась обнять, обогреть, приласкать. Но потом он отошёл, отошёл, отогрелся и снова мы стали с ним лучшими друзьями. Очень любил он лазить на одно из деревьев в нашем парке и кушать листочки. Помимо этого, конечно, они всегда кушали травку. Так они лечат свои желудки и так вот они прочищают всё. Любил он листочки кушать на этом дереве, прям залезет, как скалолаз такой. И были у него проблемы, были с желудком, с чем-то с пищеварением. Поэтому он постоянно кушал травку, кушал листочки. Однажды он начал хромать и хозяин говорит, что-то с ним не так. Наверное, надо везти ветвлечебницу и смотреть, почему-то он хромает, ему очень больно. И он аж пищит. Я стала осматривать его лапку, так пальчик за пальчиком отодвигала. И между двумя пальцами он очень сильно взвизгнул, вскрикнул. Я поняла, что там что-то такое. Я начала, ну, немножечко так, тихонечко раздвинула пальчики. Смотрю, там, ну, как бы ничего не видно. И так поняла, что между пальцами вот эта фаланга был прорез. Какой-то, может быть, стеклом порезался или что. В общем, я ему забинтовала, чтобы эти пальцы вместе были скреплены. И там между ними положила мась Вишневского. Она очень хорошо завживляет раны. И так вот, 2-3 дня я ему постоянно забинтовала лапку. Он ходил с такой забинтованной лапкой. Сначала не мог ступать, так прихромовал. И старался на нее вообще не ступать. С белым винтиком такой в грязном парке. Ну, в парке со слякоти уходил. Через 2 дня уже прошло. То есть я ему оставляла это на день. Говорила хозяину, снимите, пожалуйста, к вечеру. Ну, когда пойдете вечером гулять, к вечеру уже снимите. Чтобы тоже воздух проходил и как-то обветривалось там. Через 3 дня он ходил. То есть я у них была еще и за ветврача. Постоянно следила за собаками. Постоянно заботилась о них. И маленькие проблемки решала своими силами. Помимо этого, естественно, я их стригла. Когда они уезжали на долгие моменты, там, на каникулы, куда-нибудь на 2 недели уедут. Я их стригую. Это летом, если. Чтобы им было не так жарко. Они очень тяжело переносили жару. Очень тяжело переносили всякие фейерверки, которые, особенно 5 ноября. Бонфайр Найт. Три или четыре ночи подряд во всем Лондоне происходят фейерверки. Они прямо под одеяло ныряют. Вот так вот трясутся, как бешеные. Особенно Пинат. Ну и Пеппа очень сильно боялась. Еще у Пеппа была такая история. Потому что они кидаются на всех новых собак. Они вместе с Пинат. Пеппа и Пинат бегут прямо за этой собакой. Пытаются ее догнать, атаковать, погрызть. Я не знаю, с такими воплями. Собаки убегают. А тут я вижу, что новая собака заходит в парк. Я пытаюсь хотя бы одного ухватить. Второй уже не чувствует поддержку. Первого останавливается, не бежит туда. Потому что страшно одному. Вдвоем они сила. А одному страшно. Кока не бегала. Кока не кидалась на других новых собак. И вот однажды я успела ухватить Пинат. А Пеппа побежал на огромного такого добермана. Увидел. Типа, сейчас мы его загоним. Пинат-то у меня рвется. Но я ей не даю вырваться. А Пеппа побежал за этим доберманом. Увидел, что поддержки нет. Прижал хвостик и такой... И побежал обратно ко мне. Было так смешно. Я гуляла с другими собаководами. Мы видели эту картину. И мы просто... А доберман остановился и такой... А что тебе надо? Сейчас я тебе покажу. Не испугался. И он так прижал хвостик. Увидел этого добермана. Заскулил, заскулил. И побежал обратно. Мы все оборжались там. Да, когда я гуляла с собаками, я со многими людьми общалась. С собаководами. Благодаря этому, кстати, я и продолжала учить английский язык. Очень много, когда общаешься, каждый день по часу. То есть это у меня была часовая практика. Каждый день общаешься с людьми и что-то рассказываешь о своей жизни, о каких-то случаях. Не можешь найти слова, они тебе помогают. И ты потом такой запоминаешь это слово и запишешь себе на корочку в свой словарь английского языка. И потом уже применяешь его в разговорной речи. Однажды мама привезла для собак игрушки мягкие. И был такой, как бы, цветочек в горшке, который нажмешь на кнопочку и говорит, «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Пеппе он так понравился. Он прямо как, знаете, когда у собак возникает материнское чувство, у сучек, они прямо берут там игрушку мягкую и не отдают, прямо защищают ее. Вот у Пеппе то же самое было, видимо, проснулось отцовское чувство. И он стал эту игрушку охранять, постоянно с ней спал. И как бы ему очень нравилось, везде ее носил в зубах за собой. Ну, где-то, видимо, один раз оставил, и Пенат ее ухватила и унесла. Нажимала, по всему дому орала, «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Но это опять же таки, когда хозяева были в отпуске, мы жили в этом доме. И Пенат настолько, видимо, увлеклась этой игрушкой, хотела посмотреть, кто же там ее любит. И, в общем, расковыряла, вытащила батарейку, вытащила вот этот спикер. И Пеппа оказался без игрушечки. Ну, а когда игрушку перестал говорить, он как-то от нее уже отошел. Так что вот такие вот бывают интересные моменты какие-то в собачьей жизни. В общем, Пеппа был моей самой любимой собакой вообще в моей жизни. Из всех трех я его обожала и никак не думала, что он первым помрет. Я думала, Кока будет первой, потому что ей уже 16 лет, у нее очень много узлов, опухолей. И я думаю, что это может быть рак, а рак долго не держится. Ну, и она очень старенькая и уже такая вялая, как бы отходит в мир иной потихонечку. Но вот Пеппа подвели почки. К сожалению, так. Но я думаю, лучше так, чтобы он усыпить и не мучился столько времени, там, два года, может быть, три года. Не мог там ходить в туалет или что-то. Лучше как бы гуманно поступить и дать собаке уйти спокойно без мучений. Поэтому наверняка хозяева сделали все, что могли. И как бы это был единственный способ в такой ситуации. Может быть, еще какие-то будут вспоминания и про Пеппа, и про других собак. Естественно, будут там. Очень много было всяких событий. На этом пока все. Скучаю по Пеппе, конечно. Но он всегда будет жить в моем сердце и в моей памяти. Пока. Продолжение следует...